Добрый день. На мой взгляд, если правильно я помню футбольные правила, все-таки мяч находился под контролем голкипера, однако Матвеенко выбивает его и мы видим гол, который засчитывает главный арбитр. Хотелось бы услышать комментарий от вашего департамента. Да, Павел, совершенно верно. Твои знания правил уже немножко прокачались, поэтому как только вратарь касается мяча, он сразу переходит под его контроль и сразу после этого вратаря уже нельзя атаковать. То есть даже если бы технически вратарь только руку положил на мяч, который лежит на земле, это уже считается контролем. А тут мы видим на повторе, вот на этом повторе хорошо видно, что он даже уже начал поднимать этот мяч из земли и поэтому нападающий Витебска, он выбивает мяч у него фактически из рук, что, конечно, запрещено правилом. Поэтому этот гол нельзя было засчитывать, но случилось так, как случилось. Давайте перенесемся в другой матч. 3-3, Рух и Торпеда Белас. Хочется вспомнить гол Шевченко. Если смотреть именно трансляцию, картинку, которую видели зрители, которую наблюдал я, есть ощущение, что, конечно же, в данном случае мы имеем дело с положением вне игры. Как вы прокомментируете данный игровой эпизод? Конечно, именно вот с трансляцией с игры могло создаться такое впечатление, особенно если мы делаем стоп-кадр и видим, что вроде как нападающая Руха находится ближе к воротам, чем защитники. Однако, вот именно на этом нашем кадре мы не захватываем еще одного игрока обороны и вот только на общем плане видим, что есть еще и слева игрок. Поэтому видим, что, если остановим стоп-кадр, видим, что нога и защитника, и нападающего, они находятся примерно на одном уровне. Наш угол зрения вот здесь вот он не позволяет увидеть точно ли кто где находится, но у нас есть помощник, который находится точно в линии, и он видел, что нападающий находится в правильном положении и продолжил игру. Спасибо. И давайте же в этом матче разберем еще один момент. Назначенный пенальти после того, как рукой играл Бордачев, мне лично показалось, что сначала там было касание ноги. Нафиг попадает в ногу, потом уже рикошетит в руку. Как в данном случае поступать арбитру и верно ли он поступил, назначив 11-метровую удар? Да, вот совершенно верно, это тоже ключевой фактор касания ноги, потому что если бы, вот посмотрим еще раз этот внимательный момент, он на самом деле такой непростой, динамичный удар наносится, где-то больше передачи, но не суть. С близкого расстояния мяч попадает сначала в ногу защитника, потом, скорее всего, касается его руки. Ну вот если бы мяч напрямую попал в эту руку, то, скорее всего, это было бы нарушением правил, потому что она немножко отставлена от тела. Однако, вот именно этот небольшой нюанс, именно попадание сначала в бедро защитника, и потом неожиданный мяч. Последующий рикошет. Да, совершенно верно, это рикошет, неожиданный мяч для него, и уже он убрать эту руку никаким образом не получается. И, несмотря на это, еще надо добавить, что изначально рука не находилась в каком-то абсолютно неестественном положении, наоборот, старался максимально аккуратно играть, поэтому вот, несмотря на то, что такой вот момент, к сожалению, бригада допустила здесь ошибку, и здесь следовало продолжить игру, и в данном случае не значится был удар. Владимир, благодарю вас за подробный анализ данных игровых эпизодов. Я думаю, что мы очень скоро встретимся и запишем вторую часть нашей программы, где обсудим оставшиеся матчи данного тура. До горячей, Павел, до новых встреч! Уважаемые любители футбола, впереди еще ряд встреч, и, конечно же, не забываем старт Брестского Динамо в Лиге Чемпионов. Очень скоро мы вернемся в эту студию и вновь рассмотрим самые сложные, спорные и интересные моменты ушедшего тура. Оставайтесь с нами, любите свой футбол. Это был ведущий передача Павел Быков. До новых встреч!